всем привет с вами луиза исуан и сегодня у нас вот столько вкусняшек у нас сегодня стрит фуд то есть уличная еда мы только что зашли с базаром не успели даже переодеться сразу накрыли стол в общем будем сегодня кушать уличную еду всем приятного аппетита они могут анимала а сейчас объясню так здесь у нас это теги на корейском то есть все что в кляре обжаренное в масле это теги так здесь рыбное тесто здесь у нас печенности это больше похоже на казахский бауш саки прям точь-в-точь здесь у нас такое вот если честно я даже не пробовал это ни разу так значит токпуки корн доги это тоже из рыбного теста только обжаренная это в бульоне сварено это обжаренная и может быть кому-то сейчас быть неприятно но это у нас свиные шкурки в соусе очень вкусно могла но помог на ты же коптеки него твои и кофе у нас еще кофе заехали взяли в макдональдс обожаю вот эти рыбное тесто либо ты масштаб это правда я не думаю что это просто это чтобы вы ее это? оно так я не знаю пока что это да это 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 Оток они обеихли, дед? О, че, вкусно. Мммммм. Ну, ммммм. Ток-бокки, но... Урия, я вам ехать. У, мммм. они обычно продаются на палочках но мы палочки попросили чтоб нам сняли а вот как много на дня кто-то смотр корейские драмы частная им видели что такое едят не беда я а но я на сесс иначе у нас тыква, тыква в кляре это красная фасоль внутри, сладкая ты упаса вы голодные как собаки здесь тоже рыбное тесто это рисовые клетки очень вкусно очень вкусно может это смотрится неприятно но зато это очень вкусно особенно со сварным рисом я его обожаю это я кушаю в первый раз тоже рыбное тесто обжаренное в масле и внутри с сыром китапира сыра не видно но чувствуется очень вкусно тоже очень вкусно мы обычно всегда с сосисками брали а сегодня решили с сыром и с сыром и с сыром и с сыром с сыром Субтитры сделал DimaTorzok 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 квартире это не аренда но квартира очень старая наши апартаменты очень старые то есть они уже должны как должны до подлежать сносу но пока никто за это не берется администрация пока не чешется жители уже несколько раз подписывали документы о том чтобы быстрее пошел процесс потому что уже у нас и крыша протекает и полы уже тоже у многих есть огниет трубы у кого-то прорывает в общем но в принципе жильем можно жить но просто потихоньку выходит вот эти жилищные проблемы поэтому жители сейчас подписывают постоянно документы постоянно обращаются в администрацию чтобы в общем снесли быстрее дом и построили новые дома поэтому сегодня у нас с утра когда мы вышли на улицу к нам подошли и вот дали нам вот такой подарочек вот здесь у нас кексик вот такой вот вечером будем чай пить в общем далее вот этот подарочек нам компания значит заинтересовалась и этими домами то есть компания хочет снести эти дома и на месте этих домов построить новые ну как дома здесь его в нашем дворе всего два дома поэтому хотят снести и построить многоэтажки две вот и в честь этого компания всем жильцам вот раздала вот эти маленькие подарочки и сказали что возможно это тоже под большим еще вопросом но что возможно будут сносить наши дома очень этого ждем поличи по кугущих по году мы очень этого ждем потому что квартира все таки старое везде щели везде продувает зимой очень холодно делать ремонт нам невыгодно то есть мы посчитали сколько надо денег чтобы вложить полностью сделать капитальный ремонт то есть это невыгодно легче продать квартиру вот мы уже задумывались кстати насчет того что продать квартиру и взять новую но новые тоже как мы прямо сразу купить не сможем то есть мы должны продать квартиру опять взять деньги в ипотеку и в том случае приобрести новую квартиру мы об этом задумывались а но просто сейчас ходят слухи о том что вот хотят эти дома сносить будут строить новые и соответственно жильцам будут предоставлять новые квартиры это квартира будет предоставлять не так просто вот подарили все просто будет большая скидка на них нам будет делать скидкой мы можем бой вот более по сниженной цене тоже приобрести квартиру поэтому мы как-то немножко решили подождать ну хотя подождать их не знаю о мачки дарю мурресом он говорит что как минимум пять лет надо подождать чтобы ну чтобы здесь во-первых администрация все подготовила пока снесу дома пока то еще пока построить новые то есть как минимум надо ждать пять лет но я надеюсь очень что все таки процесс будет идти быстрее я очень наконец-то и надеюсь и там видно будет в общем так что пока мы живем здесь и но надеемся на лучшее что побыстрее снесли дома и мы смогли жить в новых в общем вот так квартирку нас но все у нас трехкомнатная квартира но комнатки найти такие крошечные они такие малюсенькие мне непривычно в таких квартирах потому что я всю жизнь прожила в четырехкомнатной у нас там огромные комнаты у каждого была своя огромная комната а здесь а осталина комнату наверное как у нас ташкенте наша ванна поэтому а тем более если дети сона будет жить с нами нам надо побольше квартиру попробую вот эти не пробовала ни разу если вот с фасолью сладкий красный а здесь я с кремом ммм и ммм 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 часах но по-другому по этому человеку я не очень люблю красный фасоль то есть я могу кушать и чтобы любить и нет почему это я называю казахские баурсаки очень вкусная тоже по вкусу ничем не отличается если идем нам зара обязательно покупаем их я люблю со сладким чаем а а а а а а а надо было много но много на и на и и и и и и и вообще люблю уличную еду не только в корее но и в ташкенте тоже я думаю наверно во всех странах уличная еда вкусная если на вторую нора стрит-фуд там а честно не поможете я такую мнение 원래 в 길е 있는 음식, стрит-фуд, 이런게 보면 이제 맛있게 만들려고 설탕, 소금 아니면 뭐 좀 많이 넣잖아 맛있게 만들어야 되니까 그래야 사람들이 왔다갔다 하면서 먹고 в узбекистане самса 제일 맛있어 옛날에 나 먹어서 찍은 거 동 동그랗게 가지고 이렇게 조금 뾰족하게 돼 맞아 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 맛있었어 в узбекистане я обожаю самсу тандыр потом пирожки всякие чебурельки вкусняшки уличные вкусняшки ой сейчас бы самсу бы уже давно не ела тандырную самсу хотя в нашем городе есть надо будет как-нибудь взять а значит в комментариях одна девушка писала два раза даже она указала о том что приготовьте бешпармак хочу вам сказать я об этом думала уже не первый раз я об этом думала задумываюсь про бешпармак просто в Корее трудно найти мясо и оно во-первых трудно найти а во-вторых оно очень дорогое очень поэтому я как-то уже думая об этом что вот надо и услуана тоже сказал давай купим бешпармак 하면 하면 물어봤어 만들어 그게 뭐지 казах 음식 그래 만들 수 있어 몰라 если честно бешпармак у меня ни дома ни мама никогда не готовила ни я сама ни разу поэтому даже побаиваюсь получится не получится но постараюсь приготовить обязательно я сама хочу уже уже давно хочу бишь хороший такой бешпармак вкусный почему я так сильно люблю бешпармак это потому что у меня в казахстане но это я потом наверно расскажу когда приготовлю бешпармак в общем казахстан можно сказать это второй мой дом вот почему я это расскажу потом когда приготовлю бешпармак так что обязательно приготовлю девушка которая писала вот я обращаюсь к вам обязательно я приготовлю его просто не знаю пока когда но приготовлю не знаю swans может кушать малькогеном могу из иса малькогеном малькогеном он один раз кушал козы пробовал но сейчас даже не помню как она отреагировала но 기억 안на 무슨 мач 기억 안на но 그때 я говорил а мне нравится а поэтому не могу не могу но ты не могла ты не могла что бешпармак что я очень люблю а так ты не могла что а о мандерова но вот поэтому я тоже переживаю на готовлю а потом асалия знаю что точно не будет такой кушать а вот сон не знаю понравится ему или нет но еще даже не понравится придется все сама кушать общем будем заканчивать что она а а а но не но не а они могут она нет спасибо всем за комментарии очень приятные комментарии ваши пожелания честно очень приятно читать вот спасибо за подписки спасибо за просмотры пишут что побольше снимали будем обязательно стараться больше снимать в общем всем спасибо и увидимся в следующем видео всем пока пока